ПЕСНЯ Давайте встанем перед Торой, перед комментарием, перед чтением и помолимся. Баруха Таа Адунай, Элогейну Мелеха Олам, Ашер Бахар Бану Миколе Амим, Венатан Лану Эт Тора То, Баруха Таа Адунай Нутену Тора. Благословен Ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Бэшелах», и она повествует, собственно, о выходе Израиля из Египта, переход Чёрного моря и дальнейшие события. И, значит, я бы хотел, ну, обратить ваше внимание сегодня на такой момент, ну, о котором, я не знаю, может быть, мы так часто размышляем, потому что какие-то вещи для нас становятся, ну, вроде бы, как собой разумеющимися. Вот переход через море, да, чудо. Окей, объяснить никак не можем, но зачем нам об этом знать? Зачем нам здесь сейчас знать про то, что произошло несколько тысяч лет назад? И вы знаете, когда я читал эту недельную главу и читал именно вот это место, хотя там много замечательных, потрясающих вещей, и о Шабате, и о Мании, и там тоже чудеса, и о источнике воды из скалы. Вот я обратил внимание именно на вот этот отрывок перехода через море. Обратил внимание, с какой стороны. Путь был один, он был открыт Господом, и поэтому пути пошли две группы людей. Одна прошла, а другая погибла. Странно. Почему одни прошли путем Господним, а одни на нем погибли? Ведь Господь любит всех, и Он желает спасения всех. И вы знаете, вот этот вопрос, он заставил меня немножечко глубже поразмышлять, почитать комментарии, и я увидел интересные моменты. Вот действительно, вот даже вот нюансы той местности, в которой это все происходило, они открывают нам глаза на какие-то вещи, которые потом звучат и в Новом Завете. Вот я просто из комментариев Раши приведу некоторые моменты. Значит, ну, во-первых, такой момент, значит, было, когда отпустил поро, то Господь не повел их, то есть Израиль, по короткому пути, но повел их по близкому, по длинному пути, вокруг. Значит, и идет объяснение такое. Значит, Бог не повел их по дороге земли пилижтим, ибо близка она, потому что Бог сказал, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египет. И обвел Бог народ, дорогу пустынную, в Ямсуф. Дальше говорится, и вышли сыны Израилевы вооруженными из земли египетской. То есть, нужно понимать, что они были вооружены, то есть, это была огромная армия. У каждого было оружие, у каждого из мужчин, по крайней мере. И, по большому счету, как бы, что, чего боятся вооруженному, ну, вооруженной армии. Ну, Бог посмотрел, Он, как бы, знает, Он сердцеведец. Он понимает, что, понимает две вещи, что, во-первых, они могут испугаться, а если испугаются, то вернутся обратно. Во-вторых, это короткий путь. А короткий путь, ну, собственно говоря, так, если поразмышлять логически, на каком пути можно быстрее опустить руки? На коротком или на длинном? Ну, по большому счету, больше разных обстоятельств на длинном пути. Понимаете? Значит, я в свое время понял такую вещь. Если я иду с человеком каким-то путем, которым я уже когда-то прошел, а путь длинный, это особенно вот с ребенком работает. И вот моя Надя периодически спрашивает, папа, ну, когда приедем? Ну, когда приедем? Ну, когда придем? Я, например, знаю, мы только сели в троллейбус, ехать еще далеко. Она спрашивает, когда? Я говорю, скоро. Через пару минут опять спрашивает, когда приедем? Я говорю, скоро. То есть, понимаете, если я буду говорить, что нам предстоит долгий путь, то реакция будет уже, а сказал скоро, она успокоилась. Так вот, на длинном пути, на самом деле, легче опустить руки. Но Господь их повел по длинному пути, а не по короткому. По короткому ему не повел, потому что они могли испугаться войны. То есть, нужно понимать, что это был народ, который уже достаточно долгое время находился под жестоким гнетом. И так сказать, чтобы у них был мощный боевой дух, я сомневаюсь. И Бог смотрит на них и говорит, они могут испугаться. Поэтому пошли по длинному пути. Но длинный путь, вроде бы, по логике опаснее. В чем идея? Идея в том, что для того, чтобы войти, нужно быть подготовленным. Нужно быть подготовленным, и должно что-то произойти внутри. А изменения в человеке, а тем более в народе, происходят не так быстро, как нам хотелось бы. И поэтому, если бы, ну вот просто, когда они пошли по этому длинному пути, и они не оказались в состоянии взять Божью власть в руки и войти в землю. Это они пошли по длинному пути. Две недели шли. И оказалось, что они в состоянии. И Бог сказал, окей, тогда будет путь еще длиннее, 40 лет. То есть, на самом деле, длинный путь выбран именно для того, чтобы народ подготовить и преобразовать внутренне. Для того, чтобы народ оказался способен войти в Божье наследие. Но вот момент перехода через море, он показывает еще один момент интересный. то, что, ну, это на самом деле было чудо, сверхъестественное чудо. И если мы вспомним, что нам говорит Тара немножко раньше, значит, это у нас Бытие, 18 глава, 17-19 стих. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Здесь мы видим такое выражение, как путь Господень. Путь Господень – это то, что Бог приготовил для своего народа. И мы совершенно недавно звучали с этой сцены такие слова о том, что Ишуа есть агнец, закланный от создания мира, и на его жертве, собственно, этот мир стоит. На Голгофе это реализовалось уже в этом мире. Но изначально эта жертва была принесена, вот когда этого мира еще не было. И в то же самое время, когда Он принес себя в эту жертву, у Него была книга жизни, в которой записаны были, как вы думаете, кто? Я думаю, что в этой книге были записаны все, кто существовал, существует и будет существовать в этой жизни, в этой вселенной. То есть когда-то раньше я думал, что Бог кого-то записал, кого-то вычеркнул. Вначале это пустая книга, а потом кого-то записывает, кого-то вычеркивает. Но когда я внимательно исследовал все места касательно книги жизни по Писанию, я увидел, что книга жизни, она была от начала у агнца, закланного от создания мира. И стало быть, записаны были в нем все. То есть все присутствующие, все люди, которые когда-то жили и когда-то будут жить, они были записаны в начале там. Но в Торе Господь говорит Маше, что Он будет кого-то вычеркивать. То есть изначально список полный, но потом он начинает редеть. И мы видим эти же образы в Новом Завете, где отделяется пшеница от плевел. Мы видим невод, который собирает множество всякой рыбы, потом худая выбрасывается. И это реальность. История с переходом Черного моря или Тростникового, значит, она также показывает, что Бог имеет лучшее для каждого человека и для каждого народа. Но у нас есть свобода выбора. И как мы отреагируем, зависит, останется ли наше имя в книге жизни или нет. И еще один интересный момент. Мир, который нас окружает, мы называем естественным, природным. И в соответствии с законами этого мира, вот то, что произошло, оно произойти не могло. И это тоже нам дает определенный урок, что наш путь спасения, он сверхъестественен. Бог наделяет свой народ сверхъестественной возможностью идти по тому пути, по которому естественным образом пойдя, человек просто погибает. И нужно понимать, что это сверхъестественная составляющая нашего пути от Господа. И еще момент интересный. Значит, Это из комментариев, вот чтобы они не возвратились. Назад в сторону Мицраима, они же вышли из Египта, из Мицраима. Два дня они шли от, а потом Господь сказал, а теперь развернитесь и поворачивайте обратно. И это был такой, как заманивающий маневр для фараона. Значит, и вот они двигались весь третий день, чтобы ввести в заблуждение Паро или фараона, чтобы он сказал, они сбились пути, как сказано и скажет Паро о сынам Исраэля. Значит, поскольку прошли три дня, то есть в чем там вообще идея? Значит, как утверждает Раши, собственно, речь же шла в диалоге с фараоном не о том, чтобы народ ушел навсегда, а о том, чтобы вышел, поклонился и вернулся. Правильно? То есть Баше приходил с таким требованием. Значит, ну и, собственно говоря, когда фараон был уже принужден к тому, чтобы отпустить, вот он, чтобы проконтролировать ситуацию, послал своих вооруженных саглядатаев, которые сопровождали Израиль. И когда те увидели, что Израиль не собирается возвращаться, они пришли, донесли фараону. И тогда фараон возмутился и побежал за ними вдогонку. Типа, а что ж это? Я ж их отпускал не навсегда, я ж их отпускал на три дня. Значит, и вот, поэтому, вот, и увидели, что сыны Израиля не возвращаются в Мицраим, наблюдатели пошли, донесли об этом пору на четвертый день. В пятый и шестой день преследовали сынов Израиля. В ночь на седьмой день, а ночь на седьмой день, это что у нас? Собственно, вечер шабата, это начало шабата. Они сошли в море, а на рассвете воспели благодарственную. То есть, это седьмой день. То есть, походу, это седьмой день празднования Песоха, и походу, это вхождение в покой Божий. Понимаете, какие интересные образы? И еще один интересный момент. Значит, и расположились перед Пиахирот. То есть, вот, когда они уходили от фараона, потом возвращались, и потом Бог конкретно указал им место, где остановиться для того, чтобы впоследствии перейти море. И вот, вот это название Пиахирот, это питом, а теперь назван Пиахирот, потому что они стали там свободными людьми. От слова Херут, ну, Херут, однокоренное со словом Херут, свобода. И это две высокие обрывистые скалы, а долина между ними называется Устами, Устем скал. То есть, получается, что они пришли вместо, то есть, к берегу Тростникового моря, но этот берег, он не был вот чистым и свободным, а там были две большие скалы, ну, так, что между ними как раз вот народ, собственно, и поместился, и это был путь. То есть, ни вправо, ни влево. Почему фараон говорит, их заперла пустыня, они заблудились? Потому что они оказались как бы в тупике. Либо возврат в Митсраем, либо в море, но по естественному соображению это смерть. Понимаете? И поэтому фараон решил, что они заблудились, что их заперла пустыня. И это нам напоминает еще одни интересные слова, и шо из Нового Завета. Матфея, 7 глава, 13-14 стих. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Понятно, здесь речь идет о духовном пути, но здесь речь идет о неких вратах. В другом месте, Иоанна 10, 9, Ишуа говорит, «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». И нужно понимать, что это не обычная дверь, что это некий духовный выход. И вот смотрите, образ, две скалы, в которые надо было войти. Для нормального человека это была смерть, а для народа Божьего это было избавление. Это сверхъестественная составляющая нашего спасения в Господе. Ишуа дальше в другом месте говорит, это Иоанна 14, глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Опять речь о пути. Ишуа сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». То есть Он дверь, эти две скалы, Он путь, рассеченное море, и Он жизнь. А куда они вышли, собственно, в долину, где все цветет и пахнет? Или они вышли в пустыню? Оттуда вот начинается, собственно, этот длинный путь. Пока Ишуа готовит нам место, мы проходим этот путь, в котором Бог производит определенные изменения в наших сердцах. И вот когда мы понимаем, что Бог наделил нас способностью идти по этому пути, а человек, не состоящий в завете с Господом, он, если пойдет по этому пути, он погибнет. Казалось бы, ну как так, странно, но много образов показывающих это. Но Бог нас ободряет дальше. Это Исаия, 55 глава. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей вас. И мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. То есть, опять же, смотрите, Божий путь, он нам и на ум прийти не мог бы. И вот если мы возвращаемся к истории с Израилем и войском фараона, один и тот же путь, но люди, которые, две группы, которые шли по этому пути, руководствовались разными мотивами. Одни следовали за словом Господа, а другие искали их смерти. Понимаете? И у них был бы шанс, если бы они изменили свои мотивы, если бы они изменили свое стремление, но поскольку они не отказались от того зла, которое задумали, они и погибли. И еще, Исайя 35 глава, «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет он пщение и воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немову будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро и жаждущая земля в источники вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные, и возвратятся избавленные Господом. Придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Удивительно, это пророчество о будущем, но как оно перекликается с историей перехода через Тростниковое море. Они вошли тескими устными вратами, вышли в пустыню, но здесь описание пустыни вообще совершенно другое. Почему? Потому что Господь с нами. Поэтому давайте мы будем следовать Слову Божьему, следить за своими мотивами и стараться искать Бога и угождать Ему. Тогда нам этот путь пройти гарантированно. В прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу нами, но говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану. И когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас Петсимха, у нас есть Ахава и Шуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши, и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им. Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья, Божья семья в этом году для каждого из нас.